День с толком Туда, где год назад было жарко, новая пожарная техника отправится в несколько засушливых районов края. Заразный вирус. Почему в крае начали профилактику африканской чумы свиней и опасна ли она для человека? Итак, в Бийске из окна снова выпал ребенок. ЧП случилось сегодня, когда двухлетняя девочка находилась под присмотром бабушки. Ребенок упал из окна второго этажа. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Главный врач Бийской станции скорой медицинской помощи Алексей Корнаухов сообщил, что у девочки зафиксированы различные травмы, в том числе ушиб головного мозга. Момент падения. Ребенок находился под присмотром бабушки, как мы уже сообщили. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Напомним, это уже третий случай падения детей из окон Наукограда за этот июль. До второго числа со второго этажа выпал полуторагодовалый малыш. Его доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. А 17 июля также из окна второго этажа выпал трехлетний мальчик, который спустя несколько дней скончался в больнице. Другим темам. В Алтайском крае объявили новый шторм прогноз из-за аномально жаркой погоды. Пекло не уйдет из региона до 5 августа. Синоптики обещают, что температура воздуха снова будет больше 30 градусов. Спасатели рекомендуют жителям края меньше находиться под солнцем, пить больше воды, быть особенно аккуратными, отдыхая на водоемах. Напомню, что с начала лета в регионе утонули 24 человека. Среди них четверо детей. Накануне очередная трагедия случилась в Бийске. Там в Бии утонул мужчина. Еще одно ЧП случилось в Петропавловском районе. Погиб мужчина, купаясь в озере у села Камышенко. А вот река Обь показали лабораторные исследования. Серьезно загрязнена. В пробах речной воды в районе канализационных колодцев возле Леруа-Мерлен обнаружено превышение вредных веществ. Напомним, лабораторные исследования провели сотрудники Алтайского распотребнадзора после общественного резонанса. В мае этого года Народный фронт обнаружил возле протоки реки Обь рядом со зданием Леруа-Мерлен подозрительные колодцы с нечистотами. Сливы стекали в реку. Общественники забили тревогу. Подключились СМИ и глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин. Начались ведомственные проверки. Анализ воды провел и региональный Роспотребнадзор. Лабораторные исследования показали, что пробы речной воды около здания Леруа-Мерлен не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В пробах превышены бактерии группы кишечной палочки. Они могут приводить к расстройству пищеварительной системы. При этом в воздухе превышена концентрация сероводорода. В целях предотвращения нарушений обязательных требований санитарного законодательства юридическому лицу ООО «Лемонлит» управлением подготовлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, в котором предложено принять меры по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Мы продолжим следить за экологической проблемой и будем ждать окончательных результатов проверки надзорных ведомств. Число сухих гроз, по причине которых возникают лесные пожары, растет в Алтайском крае, утверждают специалисты. Сегодня сразу несколько районов края, где в прошлом году прошли крупные пожары, получили новую спецтехнику. Она сменит порядком изношенные машины 80-х-90-х годов. Подробнее расскажет Данил Кузнецов. Документы и ключи от пожарного автомобиля вручаются иноземцу Андрею Борисовичу. Автопарк лесных хозяйств Алтайского края продолжают обновлять. В этот раз в регион поступило 6 машин для тушения пожаров, 1 бочка для воды и газель для перевозки людей. Еще 3 единицы техники регион должен получить до конца 2024-го. Современные полноприводные газы пришли на смену технике 80-х и 90-х годов выпуска. Допустим, в ГАЗ-66 в основном комплектовалось лесное хозяйство. Там тонны 600 всего воды было. Здесь уже 3 тонны. Конечно, тут есть и все остальное. Рукава разных диаметров, тройники, топоры и лопаты. В Урале все то же самое, но помноженное в несколько раз. Однако его пожарные, скорее всего, будут использовать для доставки воды. То есть он нужен просто, чтобы потом подвозить воду? Да, то есть он встал на водоем и качает. Маленькими машинами уже локализуется пожар, тушится. Часть техники вскоре отправится в засушливые юго-западные районы края. Там грозы случаются чаще. И по их вине лес нередко горит. Так в прошлом году от грозовых разрядов серьезно пострадал лес в Угловском, Михайловском и Егорьевском районах. В прошлом году, когда были крупные лесные пожары, там именно было сочетание вот этих неблагоприятных факторов. Когда были грозы, да, и одновременно потом вот этот ураганный ветер, когда за считанные там часы огонь просто поднимался уже и выходил из стадии там низового, переходил в категорию верхового. В этом году, несмотря на сильную жару, край пока лесные пожары минуют. Однако бдительность терять не стоит, поскольку сухие грозы все чаще наблюдаются в нашей местности. И потому новые машины нужны как никогда. Всего с 2019 года их в регион поступило свыше сотни. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Организация «Незаконные миграции» обвиняют барнаульскую предпринимательницу. По версии следствия, она оказывала платные услуги прибывающим в Алтайский край и Среднеазиатских республик. Конкретнее помогала в сдаче экзаменов на знание русского языка, получении патента на работу и оформлении вида на жительство. С 2021 года по апрель 2024 женщина с предполагаемыми соучастниками изготавливала фиктивные трудовые договоры, которые позволяли мигрантам продлевать пребывание на территории России. Также подозреваемая в доме своей семьи организовала фиктивную постановку на учет иностранцев. По ходатайству следователя Следственного комитета в отношении женщины судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств, направленных на установление иных лиц, причастных к совершению преступления. Предпринимательница грозит до 7 лет лишения свободы. Также следствием ведется сбор и закрепление доказательств, направленных на установление иных лиц, причастных к совершению преступления. А вот ветеринары края противостоят иностранному вирусу. В регионе введены меры профилактики распространения африканской чумы свиней. Причина выявления опасного заболевания в соседнем регионе Кемеровской области. Есть ли вероятность завоза чумы на территорию Алтайского края? И может ли африканская чума свиней навредить человеку? Расскажем далее. Свиней в одной из деревень Кузбасса массово уничтожают. Забой неизбежен. Только так можно избежать распространения особо опасного для этих животных заболевания. Больных свиней завез один из фермеров и теперь в радиусе пяти километров всех особей придется уничтожить. В Алтайском крае ситуация спокойная. Впрочем, по данным ветеринаров, африканской чумы свиней у нас не фиксировали ни разу. Хотя в крае зарегистрировано почти три тысячи диких кабанов, которые частенько являются носителями болезни. В целях профилактики на сегодняшний день мы ежегодно проводим мониторинговые исследования, как дикой фауны дикого кабана. Могу сказать, что за этот год более 150 проб мы происследовали дикого кабана. Результат у нас отрицательный. Кроме того, у нас крупные свиноводческие предприятия Алтайского края. Определена 30-километровая зона, в которых контролируется отсутствие кабана. Въезд транспорта на крупные свиноводческие предприятия, они находятся в Тольменском, Тогульском, Ребрихинском районах, тоже строго контролируют. Транспорт и одежда въезжающих обязательно обрабатывают. Но, по словам ветеринаров, основную опасность представляют частные хозяйства по нескольким причинам. Если, допустим, человек купил колбасные изделия с геномом вируса африканской чумы свиней и остатки скормил своим свиньям, то вот здесь уже мы получаем заражение свиней на частном подворье. По новым правилам, кормить свиней пищевыми отходами, даже прошедшими теплообработку, запрещено. К тому же, частники должны сообщать местным властям о численности своих животных, иначе при заболеваемости они не получат должной компенсации за убой. Ветеринары также рекомендуют при малейшем подозрении на болезнь сообщать ветеринарам, чтобы избежать распространения вируса африканской чумы свиней. Сейчас на территории двух частных ферм Косбаса ввели карантин, действуют санитарные посты, проверяют корм. Добавлю, что африканская чума не опасна для других животных и абсолютно безвредна для человека. Держала руку на пульсе. Владелец ритуального агентства в Смоленском районе использовала больничные базы данных для ведения бизнеса. Суд признал ее виновной по статье «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации». По версии следствия, из-за высокой конкуренции в сфере ритуальных услуг предпринимательница попросила знакомого системного администратора Смоленской ЦРБ предоставить ей корпоративную сим-карту, обеспечивающую вход в систему «Открытая скорая», а также логин и пароль от учетной записи. В базе данных вызовов, поступающих в больницу. Эта информация она пользовалась в период с октября 2023 года по январь 2024. Теперь виновница должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Выплаты на подготовку детей в школе получат многодетные семьи и края. На сборы первоклассника перечислят 7,5 тысяч рублей, учащихся вторых 11 классов – 5 тысяч. Такую мероподдержки многодетным оказывают с 2011 года. Выплату предоставляют семьям, в которых трое и более детей возрастом до 18 или до 23 лет старше при условии, если студент обучается очно. Доходы не учитываются, то есть без учета доходов. Но родители должны быть гражданами Российской Федерации, проживать на территории Алтайского края по месту жительства, либо по месту пребывания. Ребенок должен обучаться в школе в Алтайском крае, проживать совместно с родителем. Соответственно, и на 1 сентября текущего года, то есть на начало учебного года, семья должна быть многодетной. Вот такие условия у нас существуют. Заявку на выплату можно подавать с июня, либо посредством портала Госуслуг, либо при личном обращении в многофункциональный центр. Обязательно справка о поступлении или об обучении ребенка. При этом у нас срок выплаты не ограничен. То есть можно даже обращаться за предыдущие периоды. То есть проблем нет с этим. И вот если говорить о количестве средств, которые мы предполагаем, что в бюджете на сегодня мы 350 миллионов зарезервировали на эти цели, ну безусловно получат все обратившиеся. Добавлю, что на сегодняшний день выплату получили больше 25 тысяч школьников. В общей сложности на такую помощь вправе рассчитывать 67 тысяч учащихся. Восемь дней остается до старта спартакиады учащихся России. Финал по трем видам спорта – кикбоксингу, шахматам и гребли на байдарках и каноэ – впервые пройдет в Барнауле. Запланировано масштабное открытие, во время церемонии которого выступит известная группа «Пицца». А сейчас наш спортивный корреспондент Дмитрий Дроздов расскажет, как к спартакиаде готовятся грибцы. За несколько дней до заездов на грибном канале спокойная, но и в то же время волнующая атмосфера. Сбурная команда Алтайского края по гребли на байдарках и каноэ интенсивно тренируется в преддверии домашнего финала спартакиады. Подготовка к ней началась еще в ноябре. За это время команда прошла пять сборов, три выездные, два на родном грибном канале. Кроме водной подготовки была и лыжная. В снежную погоду за один сбор наши ребята проходили по 400 километров. И все для того, чтобы на воде спортсменам легче дышалось, а организм лучше переносил нагрузку. На этой спартакиаде сборная Алтайского края забрала максимальное количество квот на участие. Мы забрали полностью 16 квот. Это максимальное количество участников спартакиады. В нее вошло у нас 4 байдаршника мужская, 5 девочек байдарки, 3 каноистки и получается 4 каноиста. Они идут, каждый выполняет свою функцию, одиночку, двойку, четверку. Уже 1 августа наша сборная заезжает на грибной канал и до завершения спартакиады будет базироваться там. До стартов две тренировки в день и полная концентрация перед соревнованиями. Победа в спартакиаде позволит нашим ребятам попасть на просмотр в сборную России. Поэтому обязательно встречаемся 7 августа на грибном канале и болеем за наших ребят. Будем надеяться, что родные стены помогут. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Барнауле планируют отремонтировать государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая. Это здание – объект культурного наследия регионального значения. В документе на портале госзакупок сказано, что проект предполагает ремонт крыши и фасада здания, а также внутренних помещений. На все это готовы потратить не более 2,5 миллионов рублей. Желающие заняться ремонтом могут подавать заявки до 7 августа, а завершить ремонт планируют не позднее 20 сентября. Напомним, здание усадьбы было построено в 19 веке. Гмилика здесь располагается с 1992 года. Таким был этот день глазами наших корреспондентов. Спасибо, что провели его с нами. Напоминаю, телефон редакции 205-545. Мы ждем ваших звонков. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова